В новогодние праздники многие сталкиваются с погрешностями в питании, а также с нарушением режима сна и отдыха. Чтобы вернуться к привычной жизни без ущерба для здоровья и настроиться на рабочий ритм, терапевт Видновской клинической больницы Лариса Соловьева дала несколько советов. Рекомендуется в 11 часов уже приступать ко сну и, соответственно, ранний подъем в 6 часов утра, когда уже начинается запускаться кортизол, когда уже начинаются запускаться все механизмы регуляции со стороны гормональной системы. Как восстановить водный баланс в организме после праздников? Пить нужно до 30 миллилитров жидкости на килограмм веса. При этом это рекомендуется не там какие-то супы, чаи. Это должна быть простая, чистая питьевая вода. Что желательно употреблять в пищу в зимнее время года? Рекомендации по питанию есть именно продукты, которые характерны для данной местности и для данного вида года. Потому что если летом мы едим ягоды, соответственно, то зимой и осенью очень рекомендуется сало, хлеб с маслом, сало просто соленое, квашеная капуста, просто квашеная капуста без всяких уксусов и всего. Виновчане поделились, что было на их новогоднем столе и как они приводят в себя форму после праздников. Что у вас было на новогоднем столе? Травовый салат. Ну, как обычно, оливье, селедка под шубой, бутерброд с укрой, холодец. Травовый салат, оливье, жареная курица с картофельным пюре, салат с языком какой-то и куча мандарин с фруктами. Оливье, конечно, главный, так скажем, главный салат на Новый год. А что еще? Мандарины, закуски, салаты. Сложно перестроить режим дня после новогодних праздников? Да нет, не сложно. Главное понять, что дальше нужно активно жить, вставать на лыжи, брать скандинавские палки, идти в парки, ходить, гулять и заниматься спортом. Будет все хорошо. С режимом у меня, да, тяжеловато. Может быть, хочется подольше поспать. Как бы, а надо, работайте. Мне нет, потому что я работала на все новогодние праздники. Вот. Так что у меня с режимом все было хорошо. Есть ли у вас какие-то тенденции, как вы меняете питание после новогодних праздников? У меня есть чудесное приложение, которое помогает похудеть. Оно очень прекрасно меня дисциплинирует и показывает мне, сколько калорий съедено, сколько еще осталось. Поэтому, если придерживаться, то все легко получается. Я веду здоровый образ жизни. 20 лет не работаю. У меня скандинавская ходьба, занятия на тренажерах. Вот в 72-м доме у меня 4 участка спортивных. Хожу на родник за водой. 5 литров воды 2-3 раза в неделю. Обжорством не занимаюсь. Только здоровой пищей. Могли бы вы дать совет людям, которые хотят изменить свой рацион после новогодних праздников? Да, просто нужно начать делать. Очень много вкусных рецептов, кстати, которые и дешевые, и еда получается довольно вкусная. И пароварка стоит недорого, и все очень вкусно получается. Элементарно убрать все алкогольные напитки, жирную пищу и дальше продолжать жить той жизнью, которой до праздников. Судя по настрою жителей города, в наступившем году они нацелены на активный образ жизни и здоровое питание. А это именно то, что поможет войти в рабочий ритм и чувствовать себя хорошо. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.